Нижний Новгород достоин присвоения ему звания «Город воинской славы». Соответствующее обращение фракции «Единая Россия» намерено передать федеральным властям в ближайшие дни. Об этом сегодня заявил Владимир Панов на заседании Городской думы. Город Горький был настоящей кузницей победы. За годы войны на горьковских заводах был изготовлен каждый третий танк, каждый четвертый самолет-истребитель и каждая вторая подводная лодка. Семь часов иду на работу, опаздывать нельзя было, такая дисциплина держалась. Мы понимали, что надо работать. Давали задания, три самолета нашей бригады, и обычно заканчивалось в часах четыре, иногда в шесть. То есть всякое было. Второго дня. И в итоге придешь поспать дома, а утром семь часов опять работать. И вот так, за дня в день, без выходных, работали. Потому что весь заботился, работал на оборону, можно сказать. Если бы не было наших самолетов, они бы показали первый класс, первоклассные самолеты были. Если бы не было, конечно, трудно было бы на фронте. По той помощи, по той работе, которая совершалась во время войны, по сложению вооружениям, так и прочим, сыграл Город большую роль. Каждый раз, когда мы встречаемся с ветеранами, мы постоянно слышим от них эмоциональную оценку. Что, уважаемые коллеги, уважаемые жители, пожалуйста, поддержите. Поэтому мы на сегодняшний день припримем еще одну попытку. Чтобы Нижненовгороду было присвоено звание воинской славы. Как минимум, чтобы ускорили принятие закона о трудовой славе. И в этом случае, я думаю, что Нижненовгород будет первым городом, который он получит.